Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время, в эфире программа Археология, в студии Сергей Медведев. Я достаю из широких штанин, не очень широких, правда, дубликатом бесценного груза. Впрочем, груз уже не такой уж бесценный, а часто даже опасный. В Украине в оккупированных областях российский паспорт вручают насильно. Россия развязала своего рода паспортный террор. В самой же России террор другого рода. Оппозиционеров угрожают лишить гражданства, лишить российского паспорта. Во что превратилось российское гражданство в эпоху войны? И как российский паспорт стал инструментом репрессий? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко. На оккупированных России территориях продолжается принудительная паспортизация украинцев, а работников госучреждений, бюджетников после выдачи российского паспорта заставляют отказываться и от украинского гражданства. Нередки случаи иммобилизации после получения российского паспорта. В так называемых ДНР и ЛНР выдача паспортов началась еще в 2019 году. С тех пор, по некоторым данным, выдано больше полумиллиона российских паспортов. Украина не признает эти документы и не лишает гражданства людей на оккупированных территориях. В самой России после принятия апрельских поправок теперь могут лишать граждан российского паспорта в случае участия в деятельности нежелательной организации, дискредитации российской армии, призывов к нарушению территориальной целостности страны, а также уклонения от военной службы или дезертирства. Но в таких случаях решение будет принимать суд. А вот в случае, если гражданин представляет угрозу национальной безопасности, лишать гражданства могут на основании заключения ФСБ. В Думе вообще призвали лишать паспорта всех так называемых предателей страны. Более того, еще сильнее усложнили процедуру отказа от российского паспорта и сделали ее невозможной в случае невыполнения обязательств перед Россией. Как российский паспорт превратился в инструмент репрессии во время войны? И за что еще хотят лишать гражданства? Это был сюжет Антона Сергеенко, а мы обращаемся к нашим сегодняшним гостям. Это Анастасия Буракова, юрист, основатель проекта «Ковчег». Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. И адвокат Дмитрий Захватов. Здравствуйте. Давайте сначала поговорим о том, что происходит сейчас в Украине. Паспортный террор, принудительная паспортизация украинцев. Насильственно обращают в российское гражданство. Насколько это вообще легально? Нарушает ли это нормы международного гуманитарного права? Дело в том, что гражданство – дело добровольное, как вы знаете. Гражданство можно получить по праву рождения, по праву крови, согласно международным правилам. Но практика насильственной паспортизации абсолютно исключена. И поэтому, когда при условии, что у человека имеется гражданство другого государства, в частности, здесь мы говорим про Украину, какое-либо другое государство, например, Российская Федерация, пытается насильственными путями вручать гражданам, паспорта и раздавать им гражданство – это, конечно, недопустимая практика. Россия занималась этим и прежде. Как я понимаю, это более-менее последние 20, даже 30 лет идет. Это еще идет из Абхазии, из Южной Осетии. То есть это практика достаточно распространенная в России? Нет, эта практика достаточно новая, если мы говорим о насильственной паспортизации паспортами Российской Федерации. Все-таки в Абхазии, в Южной Осетии и в Приднестровье такая практика была, что паспорта все-таки вручали при добровольном согласии. Практика была достаточно широко распространена. Паспорта выдавались в очень большом количестве. В ряде этих непризнанных республик доходило до паспортизации 90% населения российскими паспортами, но ни в одной из этих республик. Насколько мне известно, случаев насильственной паспортизации не было. Там было такое мягкое поглощение в гражданство Российской Федерации. Создавались просто условия, при которых человеку было выгодно этот паспорт получать. Но именно насильственная паспортизация, насколько мне известно, все-таки там не проходила. Поэтому то, что происходит сейчас в Украине, это что-то такое совершенно новое и достаточно запредельное. Анастасия, а вам что-то вообще известно о том, насколько вообще широко применяется эта практика, в том числе раздача российского гражданства внутри самой России, скажем, трудовым мигрантам? То есть фактически как бы нагоняется численный состав, исправляется демографическая ситуация? Насколько это распространенная практика? Я бы сказала, что такая практика распространена на территории России, в том числе в отношении лиц, которых насильно вывезли с оккупированных территорий Украины, предоставили только один выход в Российскую Федерацию. И люди часто теряли документы, конечно, потому что они уезжали из зоны боевых действий, часто их дома были разрушены. И людей просто физически не выпускают в Украину, говорят, что никак их документы украинские не восстановить, и нужно вступать в гражданство Российской Федерации уже с российским паспортом, ехать к себе домой. Это кошмарная практика, и с ней в том числе обращаются к нам в Ковчег. Наши юристы помогают получить так называемый белый паспорт. Это украинский временный тревел-документ, который могут получить родственники, находящиеся на территории Украины. Но действительно пытаются восполнить численность в том числе тех, кто уехал из-за войны, из-за неприятия войны, тех, кто гибнет на фронте. Пытаются, видимо, восполнить численность за счет новых граждан Российской Федерации. Но вместе с тем процедура получения гражданства российского, она не такая уж простая, надо сказать. Но, допустим, тем, кто подписал контракт на год, вот как раз в этих новых поправках, минимум на год, на военную службу, тем могут в приоритетном порядке давать гражданство Российской Федерации. Ну, то есть у нас паспорта раздают, по сути, под политическую конъюнктуру и под ситуацию военную. Ну, а эти же паспорта, они являются, ну, не то что фикцией, но они несут за собой весь объем выплат, от социальных благ, которые положены, я не знаю, человек же, он что, становится на учет в пенсионный фонд? Как, например, эти новые граждане, получавшие паспорта, смогут получать российскую пенсию? Конечно, нет какой-то градации, что вот гражданин Российской Федерации, который стал им вчера на что-то не имеет права, а гражданин Российской Федерации, который на территории страны родился, на что-то право имеет. Поэтому все граждане Российской Федерации формально равны. Мы, я думаю, поговорим чуть попозже про процедуру лишения в ней неравны, но, тем не менее, да, на все, конечно, пособия выплаты имеют право претендовать, в том числе и те, кто получил гражданство недавно. Дмитрий, вы видите здесь какую-то целенаправленную государственную политику просто по увеличению, да, численного состава населения? Просто приписывая не себе целых контингентов людей, выполняя вот эту вот какую-то демографическую мечту Путина. Он в свое время говорил не раз, что должно быть в России 500 миллионов человек, но 500, пожалуй, не получится, но несколько миллионов приписать вполне возможно. Я думаю, что здесь скорее нужно говорить о том, что Российская Федерация не признает Украину как отдельное, самостоятельное, независимое государство, и поэтому попытки, связанные с насильственной паспортизацией украинского населения, которые мы наблюдаем, они как раз являются следствием вот той политической позиции, которую занимает текущее военно-политическое руководство России. Я не думаю, что вопрос стоит в том, чтобы восполнить демографию. Скорее здесь речь идет именно вот о такой политической конъюнктуре. Но все-таки, ну если даже брать не украинцев сейчас, но вот это вот восполнение демографии или восполнение новых избирателей, смотрите, по полмиллиона в год трудовые иммигранты. Это же достаточно, получают российское гражданство. Вот я посмотрел статистику. Это же достаточно лояльный электорат. Это люди, которые, так сказать, готовы поддерживать власть, которые заполняют, в том числе, так сказать, дефицитные места в стройкомплексе, куда они идут, россияне, работать. То есть это достаточно такая, с точки зрения, с ресурсной точки зрения государства, это достаточно такой политический, важный контингент. Если говорить о мигрантах из Центральной Азии, то, да, действительно, нередки случаи, когда данная категория вновь признанных, так скажем, россиян, участвовала в избирательных каруселях, так называемых. Более того, нужно понимать, что эти люди находятся в достаточно уязвимой позиции, часто зависят от тех работодателей, у которых они трудятся. И поэтому их гораздо проще использовать в своих каких-то политических целях по сравнению с гражданами, которые получили гражданство по рождению. Анастасия, а украинцы, которые, вот вы говорите, вы им помогаете, есть, они могут получать временно, те, которые были насильственно обращены в российское гражданство, они могут получать белый паспорт? Что он из себя представляет? Эта белая книжечка, по сути, временный тревел-документ, который позволяет единоразово пересечь границу, в этом случае Российской Федерации и Украины. Это не какой-то отдельный документ, и это не какая-то сегрегация граждан Украины, просто документ, который позволяет пересечку с границей. А с украинским паспортом человек может жить на территории России? Как бы все же это по-прежнему остается? Украинское гражданство признается, там дается вот сейчас, скажем, украинцы на территории России. Они что, получают разрешение на временное пребывание? Какой юридический статус? Да, конечно, украинцы, как и все остальные граждане, могут проживать на территории Российской Федерации при условии соблюдения миграционного законодательства и оформление соответствующих документов. Но я могу сказать, что прямо с самого начала войны по отношению к гражданам Украины и гражданским лицам, которые проживали на территории Российской Федерации, стали применяться такие надуманные административные аресты. Много кого содержат в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, в Москве или в других региональных подобных центрах. И это абсолютно надуманные какие-то обвинения. Часто людей просто ни с чего задерживают сотрудники ФСБ и обвиняют в какой-нибудь государственной измене гражданских лиц, не военных. И с начала войны эта тема как-то достаточно слабо освещается на фоне военнопленных, но тем не менее украинцы, которые проживали на территории России, подвергаются колоссальному давлению, надуманным депортациям. Так как сейчас нет, понятно, дипломатических отношений, то эти люди в Центре временного содержания, где вообще условия пребывания это такие краткосрочные. Ну, то есть там несколько суток, несколько десятков суток до депортации содержатся там месяцами. И в том числе Центр гражданского содействия, например, работает по таким гражданским лицам. Поэтому сейчас украинцам, которые проживали и до начала войны на территории России, им достаточно сложно, потому что они могут быть подвергнуты вот таким незаконным действиям просто из-за цвета своего паспорта. О каких вообще цифрах примерно можно говорить? Вот вы упомянули депортации. За год с лишним войны сколько украинцев было депортировано из России? Депортировано нисколько не было, потому что нет дипломатических отношений в отношении гражданских лиц. Депортация сейчас не осуществляется. Ну, то есть если у военных это обмен, то у гражданских процедуры нет никакой. Были в том числе и абсолютно экстраординарные случаи, когда, например, договаривались с Грузией и вывозили к грузинской границе и как бы депортировали в третью страну, в Грузию людей. Поэтому здесь о каких-то цифрах сказать нельзя, и такой статистики, я боюсь, нет. Сколько сейчас украинцев содержится вот в этих абсолютно непредозначенных для длительного содержания учреждениях или сколько ожидает депортации, сколько было вот так вывезено, никто не может сказать точную цифру. А о насильственной и полнасильственной паспортизации есть какие-то цифры? Тоже нет, потому что не подразделяется, кто получил паспорт под давлением или от безысходности, потому что в том числе и шантажируют выплатами. Понятно, что у людей, у которых разрушены дома, полностью разрушены города, инфраструктура, экономика, не осталось рабочего места, у них подчистую нет другого выбора, чем получать даже какие-то вот эти мизерные пособия, которые предлагает Российская Федерация. Поэтому, с одной стороны, да, это какие-то могут быть и угрозы, это может быть и вот такая безысходность и экономический шантаж. Но кто получил добровольно, кто получил вот под таким давлением, прямым или косвенным, мы не можем сказать, не можем это разделить, потому что такую статистику, конечно, никто не ведет. И у правозащитников есть очень фрагментарные сведения о вот этой насильственной паспортизации. Дмитрий, а вам что-то доводилось? Вот я встречал эпизодически, фрагментарно информацию о том, что украинцев, те, которые были вывезены с оккупированных территорий России, их вывозят в отдаленные регионы Сибири и Дальнего Востока, где, так сказать, они вынуждены пребывать долгое время, там, до года и так далее. Вот какая-то есть информация по этим людям? Такой информации у меня, честно говоря, нет, потому что я не занимался очень плотно этим вопросом. Такое вполне возможно, но проблема еще заключается в том, что статистики никакой не ведется. То есть правозащитники получают информацию только от тех людей, которые непосредственно обращаются к правозащитникам за какой-то конкретной помощью. Будь то помощь, как и говорила Анастасия, с выдворением третью страну, либо если люди, которые покинули, в Ниждене, покинули территорию Украины или были вывезены, насильственно эвакуированы, так скажем, обращаются за помощью для того, чтобы правозащитники могли им выехать с территории Российской Федерации. Но говорить о том, что людей вагонами везут в Сибирь, честно говоря, у меня такой информации нет. Нет, не вагонами здесь, конечно, это как мне представляется пока не то, что там происходило в отношении жителей стран Балтии после аннексии Советским Союзом, после советской оккупации. Но я ни раз и не два встречал в прессе о том, так сказать, свидетельства украинцев, которых вывозили в отдаленные регионы России, которые с большим трудом оттуда выбирались. Анастасия, вам что-то доводилось по этому поводу слышать или заниматься? Особенно в начале войны, если помните, создавались так называемые центры для беженцев, еще и до полномасштабного вторжения, когда вывозили из Донецкой, Луганской областей Украины людей на территорию Российской Федерации. И такие центры создавались по приему беженцев, которых Россия сама, в общем-то, и создала. Центры создавались в очень разных регионах. Это и Центральная Россия, это и Урал, это и Сибирь. Поэтому, да, здесь действительно расселяли по всей стране людей. И чаще всего это люди, которые вывезены вот с этих территорий, на которых уже больше восьми лет идет война. Ну да, здесь сложно избавиться от каких-то аналогий с тем, что происходило перед Второй мировой войной, когда, так сказать, жители целых стран действительно вывозились в отдаленные регионы. В данном случае действительно, почему жителей вот этих вот территорий, ближних территорий, там нужно вывозить не в Ростовскую область, не в Белгородскую, а куда-то, вот я слышал, и на Дальний Восток и так далее. Здесь какое-то вот это вот традиционное российское наказание пространством, да, когда людей посылают подальше, вот это вот такая принудительная колонизация при помощи подневольных контингентов. Последнее, наверное, что я хотел спросить, Анастасия, а что касается вот это уже международное дело, украинских детей, которые были насильственно вывезены в Россию, там тоже происходит, да, насильственная уже выдача граждан. Если человек достигает 16-летия, то происходит точно так же выдача российского паспорта? Я думаю, паспорта детям они выдать не успели, потому что все-таки у многих детей есть живые родители, которые ждут возвращения детей домой или едут через там 3-4 границы, чтобы ребенка забрать, проходят через фильтрацию, постоянно находятся под риском быть задержанными и помещен там по каким-то фейковым обвинениям, чтобы забрать своего ребенка. Я не думаю, что детям успели выдать паспорта. Более того, после выдачи ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой Беловой стали активно очень возвращать детей. И мы видим эти кадры, как ребятишки плачут, как рассказывают, что их заставляли петь гимн России и отказываться от своей идентичности. Но после как раз обвинения Международного уголовного суда детей постарались по максимуму вернуть. И я думаю, конечно, здесь сказалась боязнь Международного. Давление международное. Понятно. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о паспортном терроре времен войны. О том, как с одной стороны Россия насильственно выдает российские паспорта, насильственно паспортизирует украинцев на оккупированных территориях. Но с другой стороны Россия грозится лишать гражданства людей оппозиционно настроенных или уехавших из России. Об этом говорит юрист Ольга Подоплелова в разговоре с Антоном Сергеенко. На сегодняшний день уже складывается такая практика, что паспорт становится инструментом репрессии. То есть это не какое-то нововведение в новом законе о гражданстве. Уже сейчас есть дела, которые фактически связаны с тем, что граждане Российской Федерации, которые получили гражданство в порядке натурализации, лишают этого гражданства. По большому счету в связи с тем, что государство считает их неблагонадежными, представляющими угрозу национальной безопасности. Сейчас фактически просто Госдума легализует тот статус-кво, который уже существует в практике. Я могу привести в качестве примера несколько дел, в которых сама представляла людей, которых такая проблема затронула. Первый человек, который еще в 2020 году обратился по старому закону о гражданстве, он был осужден здесь, российским судом, по, так скажем, преступлению террористической направленности, доказательств по этому делу. Как всегда, доказательственная база по таким делам во многом строилась на каких-то домыслах Федеральной службы безопасности и доказательствах, признания которых были получены под пытками. И вот человек, который натурализовался здесь и долгое время, в течение более чем 30 лет, проживал в Российской Федерации, получил гражданство Российской Федерации, будучи этническим украинцем, его лишили российского паспорта. И итогом вообще разбирательства по этому делу стало в том числе признание Конституционным судом, конституционности такого порядка. Госдума может принять любой закон, и положение статьи 6 Конституции Российской Федерации о том, что никто не может быть лишен гражданства Российской Федерации, есть в практике Конституционного суда механизмы, которые позволят это положение обойти. То есть я не сомневаюсь, что если задаться такой целью, Госдума такой закон примет. С другой стороны, я думаю, что, скорее всего, такой инструмент не станет массовым инструментом репрессии. Скорее всего, он может применяться точечно по отношению к каким-то гражданам, которые в большей степени раздражают российские власти своими выступлениями, публикациями, расследованиями, какой-то деятельностью. То есть вряд ли это поголовно коснется какой-то значительной части населения. Это была Ольга Подоплелова в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, это Анастасия Буракова и Дмитрий Захватов. Анастасия, вот эти вот новые лишенцы, это разные категории? Как я понимаю, есть люди с приобретенным гражданством и люди, так сказать, с гражданством по рождению. И они, соответственно, по-разному к ним относятся, вот этот режим возможного лишения гражданства? Да, лишить гражданства можно только того, которое было приобретено. Гражданство по праву рождения по-прежнему лишить нельзя. И такой нормы не принято. Но, тем не менее, вот этот поправки в закон, как, в общем, и предыдущая практика, она делит граждан Российской Федерации, по сути, на два сорта. Одни должны сидеть тихо, постоянно оглядываться, ни в чем не участвовать, чтобы, не дай бог, не быть лишенным единственного своего, зачастую, гражданства. Те, у кого гражданство по праву рождения, по-прежнему его лишен быть не может. Но это не значит, что депутаты не займутся этим вопросом и не придумают чего-то еще. Дмитрий, а насколько вообще конституционна такая дискриминация граждан в разделениях на два сорта? Что приобретенное гражданство, оказывается, не является, не делает тебя полноценным гражданином России, и ты в любой момент можешь его потерять. Дело в том, что в соответствии со статьей 6 нашей Конституции, гражданство Российской Федерации является единым и равным, независимо от оснований его приобретения. Кроме того, граждане Российской Федерации, как вы знаете, в соответствии с Конституцией не может быть лишен своего гражданства или правоизменник его. Да, шестая статья. Это прямо закреплено в нашей Конституции, но таким общим местом для законодательной системы, если можно так выразить, Российской Федерации являются постоянные попытки преодоления конституционных положений посредством издания соответствующих законов или подзаконных актов, которые в одном случае противоречат Конституции Российской Федерации, а в другом случае противоречат законам, подзаконные акты, я имею в виду. Поэтому такая практика, конечно же, будет продолжаться, и мы видим очень много случаев лишения гражданства. В основном это были, конечно же, политические активисты, но практика, нужно важно помнить, что эта практика, она началась не с лишения гражданства, приобретенного политическими активистами. Эта практика стартовала примерно в 2017 году, вот в те годы, и связана это было в основном, и применялась она в основном по отношению к людям, которые были каким бы то ни было образом замечены и попали в поле зрения ФСБ, либо бывали случаи, когда граждан Российской Федерации, которые приняли граждан в Российской Федерации, их преследовали государства, которые входили в СНГ. И в таком случае преодолевался посредством этого запрет на экстрадицию. А впоследствии уже эта практика разбилась, как мы сейчас наблюдаем, ситуацию, когда гражданство вылезает за политическую неблагонадежность. Нужно понимать, что это давняя очень история, очень давняя традиция правоприменения, неизвестные еще... Ну, Аксенов вспоминается. Аксенович, Буковский, Шаранский, на самом деле таких людей было очень много, их было несколько десятков, и это только если говорить о диссидентах, то есть о людях, которые непосредственно критиковали власть. Помимо этого была еще очень распространенная практика лишения советского гражданства за выезд за пределы СССР. Если вы помните, было такое очень абсурдное движение после арабо-израильского конфликта, когда граждане СССР еврейской национальности требовали от советских властей выпустить их на постоянное проживание в Израиле. СССР предусматривалось, что в случае выезда из Советского Союза эти люди автоматически лишались советского гражданства. Ну, там же целая процедура была, да? Помните, ведь там приходилось немногие, но, по-моему, я читал, что это не тысячах речь идет, но сотни людей их заставляли выплатить то, что на них затратило советское государство, выплаты на образование и так далее. Там были целые материальные расчеты. Да, действительно. То есть это... Анастасия, а вы как ожидаете, что возвращение вот этой советской практики, с одной стороны, лишение гражданства за оппозиционную деятельность уже людей с гражданством по праву рождения, а с другой стороны, максимальное усложнение процедуры, обременение процедуры выхода из российского гражданства? Выход из российского гражданства был всегда сложный, особенно для оппозиционеров, для тех, у кого есть преследования, возбужденные уголовные дела или есть неисполненные обязательства перед государством. Это включает в себя, например, вот эти взыскания за работу полиции на митингах. Такие люди не имеют возможности выйти из российского гражданства. Что касается лишения гражданства, приобретенного по праву рождения, здесь я, честно сказать, не удивлюсь, но пока я не вижу законодательных механизмов и, честно сказать, не вижу желания у законодателей это вводить, потому что обсуждения такие были где-то вскользь и среди депутатов, которые отличаются одиозными высказываниями, но параллельно Кремль очень озабочен отъездом из России, особенно высококвалифицированных специалистов, которые часто уезжали из-за антивоенной позиции в том числе. И здесь параллельно лишение гражданства, такого наиболее активного, экономически активного класса, интеллектуальной элиты, это тревожит Кремль, поэтому дополнительно лишать их гражданства, ну, на словах, наверное, такие пугалки будут, но не думаю, что в законодательной практике мы это в скором времени сможем увидеть. Хочу, Дмитрия, спросить, как юриста, а вообще гражданство – это право или привилегия? Может ли вообще всерьез власть отобрать гражданство? И насколько это существует, распространено в других странах мира? Дело в том, что есть Международная конвенция о борьбе с безгражданством, в которой предусмотрены основания для лишения гражданства, но, как правило, эти основания связаны с добровольной службой в армии другого государства или в работе каких-то государственных органов другого государства. Применяется практика лишения гражданства, как правило, в исключительных случаях. Если у нас в Российской Федерации, к сожалению, практика лишения гражданства набирает обороты, причем помимо законодательных оснований, по которым можно лишить человека гражданства, есть еще иные способы, например, неподтверждение российского гражданства в российских конкурсах, когда вы пробуете заменить свой заграничный паспорт. А, то есть при этом фактически может произойти при попытке замены загранпаспорта. Да, такие случаи уже известны. Например, очень интересный случай произошел с сыном одной достаточно известной в прошлом политзаключенной, которая получила гражданство Российской Федерации в 1995 году на основании действующего тогда законодательства о гражданстве, который говорил о том, что любой житель СССР может по большому счету призвать не получить гражданство любой бывшей союзной республики после распада СССР. И его мать получила гражданство, он получил также российский паспорт, они объездили поэтому паспорт от полмира, после этого молодой человек осел в Швейцарии и при очередной попытке поменять свой заграничный паспорт в связи с тем, что он истек консульство, просто не подтвердило его гражданство на вопросы о том, как вы можете объяснить наличие у меня в таком случае просроченного заграничного паспорта, они просто умыли руки и не стали отвечать ему на его вопрос. Поэтому помимо законодательных ограничений вот в том числе могут быть созданы такие просто административные барьеры с тем, чтобы человек не смог получить паспорт и таким образом не имел возможности подтвердить свое гражданство, если мы говорим о политических действиях. Но двойное гражданство Анастасия, по-прежнему в России оно разрешено, но нужно при этом уведомлять государственные органы о наличии второго гражданства. Да, конечно, разрешено. Более того, уведомлять нужно не только о наличии гражданства, но и о наличии например вида нажительства. И неуведомление может вернуться уголовным делом, поэтому, но за ВНЖ я пока не слышала случаев за неуведомление о гражданстве. Мы видели это и Петр Верзилов, и Леонид Гозман, и другие достаточно известные люди, у которых есть второй паспорт. Поэтому, да, второе гражданство можно иметь, можно иметь третье, но уведомлять о нем необходимо, если вы планируете ездить в Россию и не хотите стать фигурантом уголовного дела. А здесь вы не видите перспектив изменения, то, что России будет запрещено двойное гражданство, в том числе, может быть, для чиновников, чтобы принудить людей сделать выбор? Я не думаю. Во-первых, тенденция в мире идет наоборот к разрешению двойного гражданства в тех странах, где это невозможно и где существует де-факто моногражданство. Но и у некоторых семей чиновников есть два паспорта. Я думаю, что это такой главный аргумент в пользу того, что таких ограничительных норм не будет введено. Ну, как раз бы я думал, что здесь это может быть со стороны властей некий такой шаг в сторону национализации элиты и некого такого кнута, не только пряника, но и кнута для чиновников. Ну да, но вы правы, здесь, конечно, в международ... С другой стороны, ссылка на международный опыт для нынешней России вряд ли работает. Вы знаете, я хотел еще раз, так сказать, шире посмотреть теоретически на это. Мы постоянно апеллируем Конституции, статья 6 Конституции, так сказать, базовые представления о гражданстве, возможность двойного гражданства. А вот сейчас в Петербурге прошел юридический форум и из многих заявлений, как я понимаю, возникает возможность изменения Конституции. Дмитрий, как вы считаете, будет ли нынешняя власть, чем может к 2024 году, в очередной раз менять Конституцию и в том числе, может быть, переписывать закон о гражданстве? Понимаете ли, в чем дело? Вопрос не имеет смысла. Конституцию, естественно, власть может переписывать столько раз, сколько она хочет, покуда граждане страны позволяют власти это делать. Но важно помнить о том, что огромное количество конституционных положений в настоящий момент фактически не гарантировано. Людям не гарантировано право на справедливое судебное разбирательство, на свободу собраний, не гарантировано зачастую право на жизнь, не гарантирован запрет на жестокое обращение и как, собственно, это тема нашей сегодняшней передачи, не гарантирован запрет, так скажем, на лишение их гражданства тогда, когда они это гражданство получили. Я хочу сказать, что наша Конституция это не настолько сильный документ, в отличие от других юридикций демократические, чтобы всерьез обсуждать возможность или невозможность его изменения, переписывания, принятия новой редакции и так далее. Это скорее декоративный документ, документ, который носит не декоративный, а декоративный характер. В настоящий момент, поэтому как вот Иосиф Сореншталин тоже широко разрекламировал в свое время принятие новой и самой передовой советской Конституции, которая не действовала, точно так же и наша сегодняшняя Конституция, к сожалению, она не действует, поскольку очень большое количество ее положений фактически не гарантировано не действовать. Ну да, соглашусь здесь с вами, действительно, очень многие институты российской власти носят декоративный характер, например, Мир Госдумы, тоже своего рода декорация, не только Конституция. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология» говорим сегодня о российском паспорте и в том числе о том, как он становится волей-неволей токсичным активом. Обладание этим паспортом за рубежом приводит человека к большому количеству проблем. И как выходить из этой коллизии? Во-первых, может ли государство российское лишить иммигрантов паспорта? А во-вторых, как быть человеком, который вдруг может оказаться без паспорта? Рассуждает об этом Глеб Богуш, кандидат юридических наук, специалист по международному праву. Паспорта так называемые, это был этап, можно сказать, который предшествовал нынешнему регулированию, которое существует для беженцев. Документы, которые получают беженцы, то есть люди, которые получают, точнее, люди, которые получают убежище на основании того, что они прибыли из государства, где они преследуются, эти документы в соответствии с Женевской конвенцией о беженцах выдают им соответствующее государство. Поэтому можно сказать, что сама вот эта идея, она сегодня не актуальна, поскольку сейчас существует такое регулирование. Проблема состоит в том, что государства занимают единую позицию, далеко не всегда готовы признавать беженцами тех, кто именно на самом-то деле является, потому что эти критерии, они существуют для граждан любых государств, так же, как и лиц, которых нет гражданства какого-либо. поэтому здесь существуют правовые механизмы. Да, эта проблема очень серьезная, и Россия далеко не единственное государство, которое, собственно, такие угрозы допускает в адрес своих граждан. Там есть государства, которые это уже делают, например, Никаракуа, которая, так сказать, путем судебных решениями лишила гражданства практически всю свою политическую оппозицию. Поэтому, к сожалению, такие ситуации происходят, но надо понимать, что, собственно, проблема не в том, что людей лишают гражданства, а в том, что само гражданство стало инструментом подавления, инструментом, собственно говоря, репрессий. А в международном праве и в целом среди государств существует такая сильная презумпция того, что даже, собственно, не лучшее гражданство, оно лучше, чем вот эта ситуация, когда люди находятся в положении апатридов, то есть лиц без гражданства. Что делать другим государствам, понятно, они, конечно, будут, я думаю, что они будут реагировать на конкретные случаи, то есть, условно говоря, если конкретные лица будут лишаться, таким вот образом будут оставаться апатридами, безусловно, в их отношении, я думаю, какие-то индивидуальные меры возможны, то есть, государства, условно говоря, будут им какие-то документы выдавать, то есть, будет возможен какой-то статус, насколько я знаю, в Беларуси это обсуждается сейчас в рамках Европейского Союза, но это опять же будут какие-то конкретные государства, либо международные организации, то есть, рассчитывать, кто в мире в целом, создастся какой-то статус специальный, будут какие-то выдавать паспорта, там уже много таких анекдотических и очень обидных на самом деле терминов появилось, там паспорта хороших русских, там паспорт гражданина прекрасной России будущего, я полагаю, что все-таки здесь нет возможности какое-то универсальное решение найти. Это был Глеб Богуш в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям Анастасия Буракова и Дмитрий Захватов. Анастасия, вот как сейчас в этой ситуации быть? Российский паспорт с каждым месяцем становится все более токсичным для тех, кто пытается там получать визы, путешествовать в аэропортах, его невозможно доставать, в банках, в страховых компаниях. Какой существует выход из этой коллизии? Ну, а у многих наших слушателей есть какие-то еще опции получить другой паспорт? Если есть, получайте, конечно. У меня, например, нет. Поэтому все, что в наших силах, это показывать, что мы против войны, стараться бороться с пропагандой и для многих не будет какой-то другой страны или какого-то другого граждана. Но при этом неизбежны визиты в российские консульства, которые, видимо, мониторят деятельность людей, которые занимаются такого рода публичной активностью. Вместе с тем консульские учреждения не могут проводить каких-то мероприятий оперативно-розыскных или задерживать людей, поэтому здесь посещение российского консульства безопасно, и я не знаю, какой должен быть уровень человека, чтобы из дипломатического учреждения в другой стране организовать какую-то, не знаю, операцию по его поимке. Все помнят случай Хашоги. Я слышал, конечно, слухи о том, что в российских консульствах за рубежом подтвержденной документальной информации я не видел, чтобы российские консульства как с Хашоги поступали с похищением человека. Но, тем не менее, здесь, да, возникает некое противоречие. Дмитрий, а если человек хочет выйти из гражданства, мы уже касались этой темы, как я понимаю, процедура очень сложна, занимает порой даже не один год и все более усложняется властью. Если нет юридических ограничений для выхода из российского гражданства, будь то неисполнение определенных обязательств перед Российской Федерацией, наличие действующего, купившего законную силу приговора, суда неисполненного, наличие запрет на выезд за рубеж в частности. И, если ничего этого нет, предметом имеется гражданство третьей страны, другой страны, то в этом случае выход из гражданства Российской Федерации возможно. Но сложен, да, Анастасия, вот вы уже говорили, по времени, вот у меня есть несколько знакомых, которые еще год назад говорили, что это больше года занимает. Да, конечно, это очень долгая процедура и не гарантирует успех подачи заявлений, даже отсутствие вот этих формальных ограничений, потому что достаточно много еще и бюрократической истории с этим связано. А можно, извините, уточнить, это сделать, находясь за рубежом или необходимые визиты в Российскую Федерацию? Это можно сделать, находясь за рубежом, но у вас должно быть подтвержденное какое-либо гражданство другой страны, ну то есть человека апатридом вряд ли оставят. Если нет какого-то подтверждения, что вы скоро получите гражданство другой страны или какой-то легальный статус, например, беженца, то шансы на успех минимальны. Иноагентство, оно является препятствием к выходу из гражданства? Или если нет еще административных и уголовных дел, то условно иноагент или человек, там сейчас будут третьи лица аффилированные с иноагентами, они могут выходить из гражданства? Иноагенты могут выходить из гражданства такого, пока положением закон о гражданстве, препятствующего выходу из гражданства Российской Федерации, не внесено, поэтому этот статус никак не влияет на процедуру. Дмитрий, мы уже начали говорить об апатридах. Видимо, будет появляться вот эта вот новая категория людей, пока еще не так массово, как после революции 1917 года. Какие есть решения для проблемы российских апатридов? И можно ли ждать возникновения некоего аналога Нансеновского паспорта? Это достаточно сложный вопрос. И здесь все зависит, конечно же, от того, где находится тот человек, который попал в ситуацию, для которой ему не может быть выдан заграничный паспорт Российской Федерации по тем или иным причинам. Если он находится в достаточно безопасной стране, например, США или ЕС, поэтому он преследуется за свои политические убеждения, я думаю, что мы говорим в первую очередь, наверное, об этом, то в этом случае человек обращается за представлением ему убежища по происшествии некоторого времени ему дается гуманитарное ВНЖ, и после этого он имеет все основания для того, чтобы требовать для себя гражданства той страны, которая предоставила ему убежище по процессу определенных лет, поскольку зачастую прием в гражданство той или иной страны согласно национальному законодательству происходит по прошествии определенного количества времени легального пребывания или проживания вот в этой иностранной юрисдикции. Помимо этого, ну, если так вот грубо говорить, практика выдачи национальных паспортов, она уже существует, но сейчас, в наши дни, по-прежнему есть возможность получения вот такого паспорта, а как он называется? Он называется паспорт иностранца и представляет собой просто проездной документ удостоверения личности иностранного гражданина, который выдается иностранному государству, иностранному гражданину. Ну, то есть это отдельными государствами и существует такой паспорт, паспорт иностранца, да? Скажем, теми же государствами Евросоюза, да, может выдаваться паспорт иностранца. Да, абсолютно. По закону достаточно большого количества стран, в исключительных случаях такие паспорта выдаются, и мы знаем уже несколько таких случаев, все они связаны с ситуацией, когда по тем или иным причинам иностранный гражданин не имеют возможности получить проездной документ, то есть заграничный паспорт своей страны. Вот если вот на сцене человека возникает подобная ситуация, если он при этом преследуется по политическим мотивам, то такой паспорт ему может быть выдуман. Могу сказать, что эта практика повсеместно распространена, российское гражданское общество сейчас находится в стадии переговоров, если так можно выразиться, с структурами ЕС, мы пишем обращение, вот Анастасия тоже в этом во всем участвует, тем, чтобы ЕС активизировала работу в этом направлении, мы переживаем за то, что таких случаев будет становиться больше и больше в связи с тем, что репрессии у нас становится более обширной и более... И этот паспорт на уточнение отличается от статуса беженца? Да, паспорт отличается от статуса. Это другое. Анастасия, что здесь действительно это движение к некому подобию нансеновского паспорта, который смогут получать россияне, ну так скажем, с заявленной политической позицией, подвергавшиеся уголовному или прочему преследованию в России за политические убеждения? Все же я бы не стала называть это нансеновским паспортом. Это решение принимается на национальном уровне, ну и, соответственно, страна, которая человеку предоставляет такую гуманитарную защиту, нет статуса беженца и видит действительно в его кейсе основания для преследования и невозможность получить, например, новые документы в российском консульстве из-за преследования, из-за формальных ограничений. На национальном уровне та или иная страна может решить, что, да, действительно, она готова предоставить человеку вот такую защиту, выдать временный тревел-документ. Но это не какое-то общемировое решение, это не какое-то решение на уровне наднациональных образований, например, Европейского Союза. здесь каждая страна решает самостоятельно и таких стран не очень много, которые выдают такие временные документы. Это Германия, это Франция и в некоторых случаях есть еще страны, которые дают вот такие документы, но скорее в очень-очень единичных случаях. Ну, то есть это единичные случаи, так скажем, политическим эмигрантам? Да, тем, кому угрожает опасность и решение национальных властей? Ну, во всех остальных, то есть так или иначе, человек будет продолжать жить с российским паспортом. А, кстати, если срок действия российского паспорта истек, он полностью теряет и, скажем, консульство отказывается продлевать, вот как эта коллизия решается? Человек живет по истекшему российскому паспорту. Вот это как раз очень сложная история, которую мы сейчас, как Дмитрий говорил, пытаемся решить и проводить адвокацию на международном уровне, потому что все больше людей, у которых есть открытое уголовное преследование по политическим мотивам, все больше людей, у которых есть преследование за нежелание принимать участие в войне, убивать, быть убитыми, и такие люди в перспективе некоторые уже не могут получить новые документы ввиду, например, уголовного дела, статуса обвиняемого и подозреваемого по уголовному делу. И эти люди, по сути, оказываются в такой правовой дыре, и они не могут ничего сделать. То есть по истёкшему паспорту ты не можешь делать ничего, ни пересечь границу, ни оформить, например, вид на жительство или разрешение на пребывание или ещё какие-то документы, находясь в третьей стране, и, по сути, человек становится таким международным бомжом с невозможностью приехать в Российскую Федерацию из-за преследования и невозможностью получить новые документы за границей. Именно поэтому мы сейчас вот эту адвокационную работу ведём, потому что как бы нет никакого выхода. Я сейчас вам, к сожалению, не скажу, что есть волшебная таблетка от этого. Понятно. А ведётся ли тоже какая-то работа по, ну, так скажем, облегчению режима, санкционного режима в отношении путешествий, в отношении паспортного контроля, в отношении банковских санкций для обладателей российского паспорта, которые, скажем, выполняют какие-то минимальные квалификационные требования, там, могут заявить о своём несогласии с войной, с Путиным и так далее. Или вот этот российский паспорт так, в общем-то, и остаётся некой стигмой, которую человек носит с собой по миру? Конечно, после 24 февраля сильно осложнились процедуры, в том числе и банковские для граждан Российской Федерации. После отмены упрощённого визового соглашения визы стало получать сложнее, дают их часто под даты. Сейчас только пять стран не дают визы для краткосрочных визитов в визы С, остальные страны выдают, но понятно, что получить сложнее, дольше, дороже. Конечно, адвокация по этому вопросу тоже проводится, но самая большая проблема в том, что общей регуляции никто не снимет. То есть, условно, это точечная работа по отдельным людям, в том числе мы со своей стороны готовы помогать верификации, помогать людям собирать документы, что они не участвовали в каких-то госзаказах или преступлениях режима или не участвовали, не спонсировали войну, но, к сожалению, это такая точечная работа в ручном режиме и изменить что-то на структурном уровне очень сложно, потому что любое снятие санкций для Европейского Союза, для США означает шаг назад и шаг навстречу Путину. В общем, верхушка этого и ожидает, что потихоньку война надоест западным странам, санкции как-то будут мешать деловой коммуникации, ну и, соответственно, санкционный режим будет ослабляться, чего, конечно, сейчас страны Запада не допустят. А на уровне Евросоюза ни разу не поднимался такой вопрос на уровне международных организаций, это только на уровне отдельных стран? На уровне Европейского Союза тоже поднимается такой вопрос, но как бы пока какого-то общего решения нет. Понятно. Ну что ж, спасибо за участие в этом эфире. Напомню, что у нас на связи были Анастасия Буракова, юрист, основатель проекта Ковчег и адвокат Дмитрий Захватов. Но от себя скажу, что власть действует так, как она умеет действовать, используя все административные ресурсы, обращая их в репрессивные инструменты, все юридические форматы для проведения репрессий. Если есть российский паспорт, то паспорт становится средством Действительно, если у короля Амидоса все, что он держал в руках, превращалось в золото, то у российской власти все, что она держит в руках, превращается в инструмент наказания. Это программа Археология. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал Настоящее Время.